ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работаешь на государство, значит, пишешь только на официальных серверах, откуда нельзя удалить ничего. А во-вторых, переписка эта была с американским послом в Ливии, и обсуждались явно не списки сувениров. И итог этой переписки – разрушение целой страны, за что на неделю снова извинялся Обама. Мы получили непроверенную информацию, то есть нами воспользовались те, кто хотел этого вторжения. Хилари попыталась оправдаться. Мне Госдеп разрешил пользоваться личным ящиком. Госдеп проверил и ответил. Нет, Клинтон говорит неправду. Но угроза была реальная и создала ее миссис госсекретарь лично. Мой коллега Анатолий Лазарев наблюдал за перепалкой в Вашингтоне, пытаясь понять, есть ли у демократов план Б для победы. Ведь Трамп настолько популярен, что его уже копируют даже азиатские политики, соревнуясь в острых и циничных заявлениях. Его тактику называют жестким ведением бизнеса. И американцам она очень импонирует. Большинство уже пошли на дно, но основные еще грибут. Гонка претендентов на выдвижение кандидатов в президенты США приближается к финишной прямой. Но даже оставшийся без конкурентов республиканцев и набравший необходимое количество голосов Дональд Трамп не может спокойно плыть по течению. Чем больше его поддержка, тем громче голоса оппонентов. Руководство республиканской партии опасается неконтролируемого эксцентричного миллиардера и может снять его с дистанции, считают политологи. Рычаги есть. Была бы политическая воля и кем его заменить? Если появится альтернатива Трампу, которая покажется партии хорошей идеей, республиканцы в первый день съезда смогут изменить правила. Это разрешено. Либо позволят делегатам сразу свободно голосовать за кого угодно, либо установят, что кандидат должен набрать в первом туре не 50% голосов, как сейчас, а, например, 2 трети. И номинация проплывает мимо Трампа. Конечно, это вызовет грандиозный скандал, но с точки зрения процедуры все чисто. Не все еще решено и в стане демократа. Хиллари Клинтон в шаге от заветного автоматического выдвижения кандидата в президенты. Все может решиться уже в ближайший вторник, когда праймерис пройдут в шести штатах. И ключевой из них Калифорния, где на кону 475 голосов. Но, судя по судсопросам, калифорнийцы предпочтение отдают ее сопернику, Берни Сандерсу. Более того, как утверждают социологи, демократам в финале против Трампа лучше не выставлять Клинтон. По данным компании RCP, если бы выборы состоялись сегодня, Дональд Трамп проиграл бы любому из нынешних демократических кандидатов. Но, если преимущества Хиллари Клинтон незначительные, всего 1,5%, то Берни Сандерс с отрывом больше 10% не оставил бы республиканцу никаких шансов. Главный враг Хиллари Клинтон, как признают все комментаторы, которые следят за американскими выборами, это она сама. Потому что она, вообще говоря, не очень удачный политик. И она совершает очень много ошибок, из-за которых страдает сама. И это пагубно сказывается на ее шансах. В 2008 году, когда она боролась за президентство, она считалась абсолютным фаворитом. Никто не принимал в расчет, или очень мало кто принимал в расчет Барака Обаму. Все были уверены, что Хиллари себе уж выдвижение это точно обеспечит. Она ухитрилась полностью провалить компанию. Тем не менее, американские телеканалы, симпатизирующие демократам, намерены тащить именно Клинтон, о чем на неделе проговорился ведущий NBC. Все телекомпании, включая нашу, будут готовы в 8 часов вечера по восточному времени объявить, что Клинтон получила номинацию демократической партии. Но голосование в Калифорнии к тому моменту еще не закончится, из-за разницы во времени 3 часа. Что будет с явкой избирателей? Кто не пойдет голосовать, если Клинтон уже объявит победителем? Ее сторонники или сторонники Сандерса? Это скажется на явке сторонников обоих кандидатов, но так делать неправильно. Тем более, что нельзя объявлять победителя, пока не проголосуют суперкандидаты. А это произойдет только на съезде партии. Из-за кого они решат в последний момент отдать свой голос, неизвестно. Сама Клинтон, вероятно считая, что выдвижение от партии ей обеспечено, уже больше не полемизирует Сандерса, а полностью переключилась на борьбу с Трампом. Идеи Дональда Трампа не просто отличаются, они опасно непоследовательны. Это даже и не идеи вовсе, а набор странных лозунгов, личных оскорблений и откровенной лжи. Такому человеку нельзя доверять ядерное оружие. Легко представить, как Дональд Трамп втягивает страну в войну всего лишь из-за того, что кто-то его обидел. Ответ Трампа не заставил себя долго ждать. Хиллари Клинтон – слабый человек. Хиллари Клинтон полностью предсказуема. Хиллари Клинтон должна быть в тюрьме. Она говорит, что ему нельзя доверять ядерное оружие, потому что он импульсивный и вспыльчивый. В этом есть доля правды. Но в этом он противоположность к лоднокровному, расчетливому убийце, который несет ответственность за смерть и разрушение в Сирии, Ливии, Косово. Она приложила руку к каждой войне, которую развязывали США за последние 20 лет. Она голосовала за Ирак, и это стоило ей президентства в 2008. Над Клинтон сейчас домокловым мечом навис скандал с электронной почтой. Расследование уже выявило, что она, в бытность госсекретарем США, нарушила правила, используя личный сервер для служебной переписки, в том числе и секретной. Если ФБР даст делу дальнейший ход и предъявит официальное обвинение, ей, вероятно, придется сойти с предвыборной дистанции. На Хиллари тоже достаточно компромата, и связан он с ее прошлым. Там скандалы с бизнес-интересами семьи Клинтон кипели еще в 90-е годы. Связаны с ее недавним прошлым. Это ее работа в качестве госсекретаря. Ее, как считают некоторые, преступным, некоторые просто халатным отношением к служебной переписке. Когда она посылала с несекретного имейла какие-то письма, это история с Ливией, с убийством посла США, с которым тоже обвиняют Клинтон, как госсекретаря, который не обеспечил необходимую безопасность. Рейтинг недоверия к Хиллари Клинтон высок, что уменьшает шансы демократов на Белый дом. И они начинают изучать свою скамейку запасных. В этой связи часто вспоминают кандидата, формально недавно от президентских амбиций отказавшегося, вице-президента Джо Байдена. Говорят, в частных беседах Байден много раз сетовал, что он жалеет о своем отказе от гонки и был бы рад возможности включиться в нее, если Хиллари споткнется. Но это может привести к кровавой бойне внутри демократической партии. За 8 лет работы в качестве вице-президента Джо Байден выработал, в общем, авторитет. У него есть авторитет не только среди демократов, но и среди республиканцев. Байден действительно творил иногда чудеса политического умения и компромисса, решения многих вопросов. В частности, именно Байден урегулировал некоторые вопросы, связанные с государственным долгом, с закрытием американского правительства, которые требовали очень деликатных переговоров с руководством республиканцев в Конгрессе. Тем временем, пока в республиканских и демократических кулуарах идет сложная борьба, стала известна фамилия первого официального кандидата нынешней избирательной кампании. Либертарианская партия на съезде, который прошел с феями, эльфами и элементами саморазоблачения, вновь выдвинула на пост президента США, бывшего губернатора штата Нью-Мексико, Герри Джонсона. На прошлых выборах он не набрал и процента голосов. Продолжение следует...